Здравствуйте с вами Татьяна. Сегодня мы приготовим необычное блюдо. Перед Улитки такие замечательные. Мы их купили вот такой вот сеточки. Вот они перед вами. Нам их нужно сейчас помыть и определить кто из них живой. Мы подготовили кастрюльку, налили туда водички и теперь мы высыпаем их с этой сеточки. Вот они немножко меняются здесь. И мы будем смотреть кто из них живой. Готовятся только живые улитки. Мертвых улиток мы не готовим. Ну вот мы заканчиваем мыть наших улиток. Как вы видите, отход практически нет. Улиты все свежие. Сейчас мы их моем. Там такая вот пленочка, которая такая коробочка, она закрывается и вот это все вот оттуда хорошо надо вынуть. Вот эти улитки у нас еще под вопросом. Мы уже подходим к концу мытья. Вот вы видите, улитка живая. Она с коробочки находит и живая. Вот они все дрожные выходят после помывки. Вот вы видите, улитка не живая. Вот она где-то упала там в домике и никак не живая. Вот мы перемыли всех улиток. Они оказались все живые. Нам очень повезло. И вот только две улитки, которые не показываются, не выходят и скорее всего они уже мертвые. Вот сейчас мы набираем водичку чистую и будем отваривать. Отваривать нужно 15 минут. Как вы видите, улитки мы варим в такой кастрюле на чистой воде и обязательно собираем пенку. 10-15 минут, как я уже говорила, и улитки у нашей будут готовы. Улитки у нас проварены. Продезинфицированы. Промыли. И теперь мы их промыли, убавились из всякой пенки какая там была. Да? Да. Слизи. Слизи. И теперь мы их выкладываем на тарелочки пока. Теперь их можно уже готовить. То есть это уже улитки приготовленные для того, чтобы их можно было уже непосредственно готовить. Как вы видите, на сухую сковородку мы насыпали соль. И теперь выкладываем улитки этими окошками вниз. Дверками или там как хотите там. Да. Окошки, дверки. Вот. Для того, чтобы они когда будут жариться на сковороде, чтобы лишняя жидкость оттуда вышла. Мы их жарим до тех пор, пока они не перестанут скворчать на сковородке. И перестанут щипеть. То есть мы удаляем всю жидкость из этих улиток и об этом узнаем, когда они перестанут щипеть. То есть они уже перестанут щипеть. Да. Теперь улитки у нас уже практически готовы. И мы добавляем сюда олитковое масло вместе с поджаренным луком. Вот. И будем протушивать это соль вместе. Предварительно мой лук мелко нарезали и обжарили до готовности. Теперь мы еще добавим масло. И начинаем кислить. Сейчас у нас уже подготовилась вторая порция. Мы выкладываем на поджаренный лук. И добавляем немножко олиткового масла. Масло. Так. Теперь мы в эту порцию заливаем виноградным заливанием толщиком и добавляем розмаринку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...